Это Иппы Тимофеева или ее представители по доверенности? Мы с вами не разговариваем. У вас отношения с Иппы Тимофеевым? Отойдите в сторону. Потому что вы с ним поставляете материалы ему. А администрация с вами никаких договорных отношений не имеет. У вас речь идет о... У нас на сегодняшний день доверенность вот от этого человека. До этого не разговаривайте. До этого не разговаривайте. С собой нет. Почему его нет на объекте? На объекте есть документы. Какие документы? Документы на скрытую работу. А вам не подписано вообще акты скрытых работ? А вам не подписано? А вы были здесь? А вы сюда привезли сюда? А зачем его вывозить? Как зачем? Очень просто. Вам необходимо приехать. А зачем? Вы приглашали человека туда подписываться? Приглашали. Все официально. Где официально? Официально наличие телефона. Официально приглашают, попочтники. На вашу администрацию присылают. Я с вами вообще, честно говоря, разговаривать не обязан. Я вам говорю еще раз. Если по почте вы его приглашали официально, заказные письма, покажите мне чех. Документально все есть. Чех, покажите. Я покажу. Давай. Скажите, куда вам предоставили? Да куда? Я здесь обещаю. Мы сейчас приехали, для чего сюда. Я не знаю, для чего приехали. Для того, и для чего вы приехали сюда. У нас представитель подоверенности присутствует от подрядчика. Вы какую часть хотите нам сдать? Показывайте комиссию, ведите. Все, давайте работаем. Ну что началось-то? Вы не представитель подоверенности. Вы представитель подоверенности. Екатерина Олеговна, ведешь контакт. Представитель подоверенности. Показывайте. Вначале, подождите. Вы должны сдать расширю. Согласны? Никто не принял. Вызвали. Ладно. Дальше. Что вы сейчас делаете? Трамбовку. Трамбовку. Вот этот участок протрамбован. Где он протрамбован? Вот, посмотрите. Вот нету трамбовки. Вот здесь подсыпали, потому что по трамбовке себе не сделаешь. Ну логично же. Представитель подоверенности. Подойдите. Показывайте. Комментируйте. Давайте рулету. Подождите. Вы должны на 300 мм. Какие 300 мм сделать? 15. 15. Обоима должна быть. 100 мм бордюр. Подождите. 15 толщина. 100 мм бордюр. 100 мм в одну сторону. 100 мм в другую сторону. 300 мм должна быть выкопана трамбовка. Хорошо, здесь в Америке сколько здесь? Я вам еще раз показываю. Вот здесь нету. Да есть и здесь 30. Дайте это. Пожалуйста. 30. Есть? От края до суда. Так вот здесь нет 100 мм. Здесь уже 40 получается. Здесь уже 40 получается. Вы что? Ну, глубину померяем еще. Вы же видите. Вы здесь померите? Давайте я здесь вам выкопаряю. Мы не можем в двух сторон померяем еще раз. Вы о чем считаете? Мы говорим в двух сторон от бордюрного камня. Так померите 30 см вот здесь, а не 40. Вы что 40-то меряете? Меря реально. Сейчас вы поставили бордюр. Оставили бордюр. Он должен ставить и бетонироваться вот по этой респе. Не бетонироваться, а асфальдироваться. Нет, секундочку. Подождите, на следующий год зайдет сюда бригада с гладкой асфальта. Они скроют 50 мм асфальтового покрытия и 50 мм подстилающего стола. Теперь давайте я вам поясню. И вас, ваш, ваш бордюрный камень просто зайдет. А давайте я поясню вам. Поясню. Когда дорога не капиталится, не делается асфальт, а асфальта нет, то снимается, ставится рабочая поверхность, составляется 5 мм. Вот эта поверхность остается для фрезеровки и для асфальтирования. Вы посмотрите схему из строителей. Вот смотрите. Вы сейчас предлагаете забетонировать по самым краям? Да. Я могу по эту риску. А потом гадаю, как они асфальтировали. А потом утрешло, застимаю. А где это сказано? Как это где сказано? А где сказано? Если вы строитель, где сказано? А для фрезеровки и для асфальтирования? Секунду. Подождите. Если вы строитель, не знаете, что квартира на плашке не ставится? Вы стоите? Да. Почему? Здесь не оставляйте местных вообще для асфальта. Я не про это говорю. Это про высоту. Про высоту. 10, 100 мм будет снято, понимаете? Вот они, 100 мм. Вот этот слой асфальта будет снято. Больдюр у вас будет просто висеть. Да не завалится. Да почему мне тут не завалится? Можно выставляться опалу. Вот пойдемте тут посмотрим, где вы уже срали. Выставляется опалу. Выставляется опалу. Собою в сторонку. Делается обою. А чем это не опалу? А чем это не опалу? И у вас сход должен быть в тон. Подождите. Выше должен быть в бетон. Изначально под бетон, под больдюр. Да не может такого быть. Выше риск не завалится. Изначально под бетон. Выше риск не надо. Они ставятся на плашку. Я же еще раз говорю. Вы неправильно говорите про плашку. Есть гостер, да? По установке из бетона. Покажите гостер. Где заливать опалу должен стоить? Я не должен с собой. Вы должны. А я не должен вам говорить. Выставляется опалу. Посмотрите, почитайте. Если вы стоите, почитайте. 100 мм в одну сторону, 100 мм в другую. Хорошо. Все. Делается опойма бетон. Все хорошо. А здесь где? Вы еще не приняли вот этот участок. Вы приехали, посмотрите, говорите. Журнал входного контроля. Я хочу вам сказать, что он битый бетон. Нам-то какая разница. Почему бордюр битый? По лужам. Вы должны были его отбраковать и вернуть подсаживаться. У вас палец, слушай, он 20 минут. А здесь там пускай он в притюрку стоит. Это значит, качество бордюра не соответствует. Вот смотри, бордюр бодренный. Почему его поставили? У вас сомнения в качестве бордюра? Да. Конкретно. Угол скола. Проверяйте, давайте. Ну, с колосса, без маркировки была. Так а почему его пиняли и поставили? Его должны были вернуть поставщику. Кто не принял, смотрите, кто меня. В чем проблема? Поменяй. Есть мета, есть норма. Где? У вас, у вас. Нет, нет, у вас, у вас. У вас есть проект. Предоставьте, покажите. Нет, подождите, вы извините. А что вы его туда-то вернули? Я же было бы туда-то. Еще раз говорю, вы были, когда здесь сдавали участок делать? Да не когда сдавали, когда давали работу. Давали работу, сказали завести его в кусты. Вы говорили, так сделать или что? Я говорил, так делать. Я не знаю. Я говорил, сделать его вот сюда. Вот по старому слою асфальтобетона. Вы что не слышите меня? Старый бордюрный камень убрали, новый поставили. В чем проблема? Мы просто заменили камень. Который был камень, мы его убрали. На это место поставили новый бордюр. Это не установка. Вы были здесь, я не знаю. Я ничего не говорю, что вы были здесь. Данный бордюрный камень. Он стоит. А у вас непонятно куда и чего. По этим моментам, то есть как бы это был сдан уже месяц назад, бордюрный камень, поэтому даже вопросов нет. Поэтому замечания делать будем не надо. Подскажите, а вот это вот конопарка, парка бетона. Да. Какая? Марка расложена. А 200, наверное. Она не соответствует, то есть она со временем высыплится. Бордюр, естественно, даже больше. Сам бордюр 300, на сегодняшний день 25 торчит. То есть получается 10 сантиметров снимется, а 5 сантиметров бордюр будет просто висеть. Он уйдет. Да, вот смотрите, славное положение бордюрного камня. Снимите отсюда, пожалуйста. Вот эта линия, она вообще загнута. Вы видите? Почему он говорит, какой-то шнурок натягивает. Вот и так все видно. Вот все вот эти разрывы, которые они делают якобы по желанию собственников. От собственника вот этого дома, грубо говоря, должно быть заявление. Что да, действительно, я прошу оставить разрыв в размере 10 метров. И этот разрыв, это заявление должно быть зафиксировано в администрации подшиток, исполнителя документации. Общего журнала работ на объекте нет. То есть мы не знаем, когда они приступили, какие работы проводили в тот или иной период. Может быть, они бетонировали их в дождь. Мы определить этого не можем. Для этого ведется журнал входного контроля, где каждый бордюр осматривается и принимается на объект. Если он не удовлетворяет, то, смотрите, подрядчик, он должен быть вывезен и вернувшись. Он весь выкрашивается. Он не простоит из зимы. В этом месте он намокнет и развалится. Почему? Потому что весенний-осенний период, когда идет возникновение воды, кто это будет страшно? В этот 4,25 сантиметра. Вот риск, по которой должен бетонироваться бордюр. Здесь не было бортового камня. Покажите фотофиксацию. А вы покажите, что он тут был? У меня есть. Хорошо. С самого первого дня есть. Вам почаще находиться на объекте, девушка. С той стороны бордюрный камень стоит выше, с этой стороны стоит не выше. Чем это обусловлено? Дальше вы бордюр так поставили. Замитку в том-то. Он у вас сразу стоит изначально. Тот выше. А вот это стоит ниже. А вот это стоит ниже? Не, отметки давал, где-то жесть или кто-нибудь. Да у них нет ни геодезической съемки, ни исполнительной сферы. Так вы возьмите и померите. Вы возьмите и уровень, и не померите. Ну что, словно своим глазам-то верите. Почему я должен верить тебе? А почему я должен тебе верить? Да я просто вижу, по отметке. Да я тоже вижу, у тебя шнурок развязался. Я тоже вижу, шнурок у тебя развязался, мужчина. Залито вот так, а вот там залито выше. И что? Дорогу сделайте, когда асфальт положат, будет ровная дорога. Вы что, не понимаете? Уже объясняю вам уже целый день. Я спрашиваю, а чем это обусловлено? Тем, что уклон дороги будет? Ремонт дороги будет сделан. Когда асфальт новый положите? Ремонт дороги еще проекта нет. А у вас и проекта здесь не было. У вас замена бортового камня. Просто замените, все. Да я понимаю, что заменить. Почему я так заменил? В одну отнех, а тот в другую. Так сделано, я не знаю. Вы так сделали. По вашему контракту, да. Бывшее руководство говорило, поменять так и так. Здесь процентов 30 бордюра надо отбасовывать. Продолжение следует... Продолжение следует...